Кто умеет делать проход в одну ногу? Вольная борьба, разберегите? Хорошо. Кто знает, что такое фронт-хедлок? Так. Мород, приди сюда. Это векторина? Нет, мне просто нужен помощник. Я могу, конечно, показывать технику своим брожаемым партнерам, как я это всегда делаю. Но лучше с реальным, он будет сильнее. Техника, которая покажу, она проста и банальна, но, тем не менее, она весьма эффективна. А самое главное, она работает как в стойке, в виде защиты от прохода в одну ногу. Так и когда вы находитесь в партере, в положении фронт-хедлок, когда, например, вы или сами инициировали эту позицию, либо, защищаясь от прохода в одну ногу, отскроливали ноги и так или иначе забрали эту позицию. Проходи в одну ногу. Вам проходит в одну ногу. Самое, скажем так, что мы здесь сразу начинаем делать, да? Ну, в большинстве случаев, скорее всего, нога будет внутри. Если она не внутри, вы ее туда запихните, да, зацепитесь крючком. Вот. Положите две руки на затылок, чуть-чуть отдавите соперника, и, ну, ни для кого не секрет, что все это время нужно как-то балансировать, потому что вас будут, скорее всего, да, пытаться развалить. И вот эта вот позиция вот этой руки у него на голове будет вам, ну, и крючок за дальнюю ногу будут вам немножко помогать. Дальше. Я очень люблю работать с Кимурой, но Кимура для меня не цель, а средство. Можно я тут разогнусь? Нет. Кимура для меня не цель, но средство. С помощью нее я могу брать позиции, совершать различные атаки и так далее. В данном случае я пихаю руку под голову, забираю ее здесь и прыгаю носком навстречу носку дальней ноги. Кимура я здесь не бросаю. Дальше. Самое простое, что я вам предлагаю сделать, давайте, ну, варианты могут быть разные, они будут зависеть от реакции нашего оппонента. Если он ничего не делает, самое простое сделать разножку, поставить голову в пол, подтянуть колено, затянуть оппонента на бок, вспомнить одного негритянского дяденьку, поставить колено на лицо, оторвать. Это вспомнить одну русскую тетеньку, сесть на лицо. Как вариант. И то же самое история, когда вам проходили, допустим, даже две ноги, неважно, но вы успели застопориться где-то здесь, отсправили ноги. То же самое, рука на голову, ищем подмышку, сбираем узел. Здесь, в отличие от предыдущей техники, если мы здесь нацепляли его ногу, то здесь мы просто делаем высадок. Есть такая позиция, многие ее знают, это кимура позишн. Собственно говоря, отсюда, ну, как мы будем работать отсюда дальше, все зависит от его реакции. Если реакций нет никаких, опять разножка, колено, затянули, мегалитянский дяденька, и попробуем что-нибудь оторвать. Тебе регуляционер съел? Да, я одна. Оппонент проходит к вам в одну ногу, давление в голову, ищите его подмышку, закрываете кимуру, прыгаете свои пальчики навстречу пальчикам его дальней ноги, крючком выбрасываете. Здесь он хорошо реагирует, пытается сразу освободить, если он делает так, можно забрать кимуру. Вот, если он еще не делает, мы садимся сверху. И вариант, когда он проходит две ноги, отспроливаем, забираем, высит, колено под него, если он реагирует. Можно забрать удушайку, можно продолжать контролировать кимурой, можно забирать спину, можно забирать рычаг. То есть это техника. Скажем так, вот эта позиция, вот эта позиция, да, она вам дает ключ ко многим вариантам финиша. Единственное, что я еще одну ремарочку сделаю. Бывают оппоненты с очень сильными ручищами, и они, бывает две руки против ваших, выламывают, ну, как бы освобождают руку, освобождают. Да, вот чтобы этого не случилось, ребром ладони давим себе на кисть и поднимаем локоть. Пробуй. Очень тяжело. Вот такой вот вариант, остановить, возможно, ну, бывают люди с очень сильными ручищами, да, он мало того, что его освобождает, да, так он еще и накручивается на нас. Да, 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 и мы теряем позицию, чтобы этого не произошло. Большим пальцем вверх, ребром ладони себе на запястье. Локоть подняли. Даже если он идет, пробуйте на меня закручивать. Держим его локоть на весу всегда. По возможности подпихиваем колено. Держим. Четыре балла лучше. Жень. Ты даун. Наверное, ногу наговорил. Подохуя. Кто-нибудь что-нибудь понял? Да. Тогда работай. Стоп, стоп. Гипнозозависимый. Раз-два. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...